Они несколько лет ждали переселения из аварийного жилья, но после пожара и вовсе оказались на улице, что теперь ждать погорельцам одного из старейших особняков города, выясняла Полина Федюк. Прямо смотрим правое окошко, там был внутри очаг возгорания. Вековая история этого дома оборвалась в одну ночь и покрылась пеплом. Погорельцам теперь даже не приходится собирать вещи, у многих просто ничего не осталось. Все непосильным трудом было заработано. Телевизор, аппаратуру, всю мебель, все свои вещи, все я в общем и квартиру потерял. Нету больше у меня ничего. Бродяга я. Бродягами теперь называют себя все эти мужчины. Подо льдом и пеплом не только их имущество, но и воспоминания. Для меня это был, во-первых, отчий дом, это первое, где прожили мои родители. И с этой квартирой я их в последний путь проводил. Сто лет назад здесь располагался барак. Его владельцем был зажиточный немец. От былой обстановки у Андрея Котельникова остался старинный дубовый сервант и чугунные люстры. Свою квартиру он с гордостью называл музеем. Здесь был камин, а это был кабинет. Здесь почему? Потому что только в единственной квартире, где паркет. До вчерашнего дня был. В час беды документы, деньги, вещи, вспоминают Андрея Мрашитов, не имели никакой ценности. Главным было спасти родных и близких. До жилища Андрея огонь добраться не успел. Пострадало оно при тушении и теперь напоминает больше ледяную пещеру. Вот они, дырки сквозные. Там одна квартира, здесь другая квартира. Вот они, дырки сквозные. Ну, свет вон видно. Ночевать здесь 20-ти градусный мороз он с двухлетним ребенком не может. Администрация района оказывает необходимую помощь и занимается вопросами расселения пострадавших. На данный момент жильцы сгоревших квартир и пострадавшие от пожара обеспечены жильем и питанием. Большего для жителей сделать не может никто. Почти все погорельцы – собственники жилья. Их дом еще 10 лет назад был признан аварийным, но отселить их не успели. Больше того, ни в одну федеральную программу за все это время ветхое здание не попало. Хозяева без квартир, они загнаны в угол. Не знают, где укрыть от холода и непогоды своих жен и детей. Им остается искать вину уника пожара и обращаться в суд. Но окажется ли бывший сосед вполне состоятельным, чтобы возместить погорельцам их жилье? Полина Федюк, Алексей Новиков, Алла Хрунова, Вести, Саратов.